приветствую вас дорогие друзья мы продолжаем исследование божьего слова и продолжаем под общим названием единства во христе я думаю что эта тема она является не новой темы она является темой всех веков всех поколений потому что скажем так быть едиными это сложно но к этому нужно стремиться сегодня мы будем разбирать одну из важных тем когда возникают конфликты то есть каких случаях они возникают а если не возникает как их решать и нам помогут сегодня в студии аркадий и алла приветствую вас вот я хотел бы спросить вас я немного знаю вас но все равно спрошу скажите вот когда конфликт возникает вам хочется его как-то поддержать или вообще такой человек что лучше бы вот быстренько его погасить или вам интересно побыть в этом конфликт никакого желания быть в конфликте нет хочется скорее чтобы это закончилось до процесса мне нравится скажите вот если вам не нравится вам не нравится мне не нравится другим чем тогда есть и вот они еще так развиваются а вообще вот слова конфликт думал размышлял над этим это же сложное сложное слово из латыни кон это вместе фликт столкновение то есть совместное столкновение то есть сталкивается два к два интереса которые непримиримые и вот искра нам не нравится это состояние нам хочется чтобы все были так как я есть два два мнения да мое неправильно вот так это вот как раз столкновение этих двух интересов и нам это не нравится конечно хочу сказать что всегда возникали конфликты как скажем такого а личностного характера точно также и на уровне уже церкви возникали конфликты и эта тема она в общем так скажем не новая она старая тема и сегодня давайте посмотрим как справлялись вообще с конфликтами какие были причины и посмотрим а вообще что-то подобное бывает ли у нас и как мы в общем справляемся с этим диане 61 прочитайте пожалуйста в те дни когда умножились ученики произошел у еленистов ропот на евреев за то что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребности а вы заметили что здесь сразу упоминается еленисты национальности какие-то да еленисты и евреи то есть какой-то вот такой вот скажем этнический уже вопрос правда национальный когда на почве вот такого скажем не знаю расизма или еще чего-то из-за вот возникает межнационально возникает такие острые вопрос конфликты понимаете и написано что те люди как-то предвзято относились к этим женщинам которые вот из диаспоры прибыли к ним и присоединились к церкви и когда они распределяли вот ежедневные ежедневные там хлеб или там какие-то может быть и вещи обделяли этих этих женщин и конечно же люди подняли ропот как же так и заметьте где это происходит это в первой церкви которая горела это любовь это все там знаете все общее да и вот как раз вот дьявол постарался чтобы это уже было первой церкви чтобы сделать какой-то раскул в церкви сделать какой-то знаете а кто распределял распределяли диакон и вот здесь возникает перед этим это были сами ну может быть были поставлены какие-то люди знаете на это а потом и как всегда человеческий фактор знаете мы смотрим не такого цвета да ну значит надо по-другому отнестись вот кстати новый перевод он уточняет о том что когда число учеников продолжало расти те из них кто говорил только по-гречески стали роптать на местных иудеев то есть и те и те иудеи только те говорили по-гречески даже это это люди одной национальности ну да говорили на разных как бы кто-то говорит вот скажем по-английски кто-то по-армянски допустим так и вот и за английский с армянским акцентом мы совсем недавно проходили деяния апостолов говорили да это были как раз вдовицы которые либо были замужем за не кровных и евреев иудеев до либо они уезжали на некоторое время за пределы юрсалима и они тем самым сразу свой статус с понижали и вот когда стоял вопрос этого эту накормить или ту вот те которые из диаспоры они уже были ну как бы на втором вторым сортом этих первую очередь почему-то так хорошо и все-таки мужичи поговорили об этом как решались эти вопросы тогда давать время столов созвал учеников решили как-то организовать это дело для того чтобы как бы были люди ответственные вот именно за эту процедуру избрали помолившись избрали очень семь человек исполнили святого духа дьяконов да дьяконов очень важно чтобы мы скажем так умели отреагировать на проблему какая возникает вовремя и второе чтобы поставить людей которые были бы ответственные честные беспристрастные и еще один очень важный момент чтобы люди понимали что есть церковью поставленные люди которые отвечают за какой-то участок служения или работы и к ним нужно относиться с уважением пониманием понимаете почему потому что мы во всем должны усматривать что параллельно с божьей работой дьявол всегда пытается разрушить вы представляете увеличивается число учеников церковь растет идет работа и тут вот из такого малого вопроса технического не досталось там пары носков вот не досталось там кусочек хлеба не досталось там еще что-то поймете и ну если это действительно вот так изо дня в день человек видит что он как-то обделенный обижен понимает но где же тогда здесь церковь где же то единство вот эти вещи мы должны все таки понимать что в церкви этого быть не должно просто не должно да с одной стороны казалось бы почему почему в те времена сказали да что это было первоапостолькая церковь и тут она появляется а с другой стороны слава богу что она тогда появилась потому что сегодня мы можем глядя туда назад видеть как видеть как решались вопросы люди да и вот они поставили а диакона диакон это я коне а греческое слово переводится как печтись или переживать заботиться прислуживать и вот они как раз были назначены церковью для того чтобы выслушивать проблемы выслушивать жалобы какие возникают и решайте вопросы очень важно чтобы друзья в нашей в нашей повседневной жизни служения в церкви чтобы для эти моменты тоже были там чтобы эти вопросы всегда могли решаться ну и мы сейчас прочитали здесь о том чтобы что-то происходило скажем так в диаспоре а диаспора то ну как бы те же иудеи но которые жили где-то вот за пределами иерусалима так скажем и уже к ним было другое отношение но чуть дальше мы сейчас перейдем когда уже не диаспора а уже язычники обращается сейчас мы перейдем к диаспоре уже переходим к язычникам когда к нам в церковь вливается люди скажем так ну в которой абсолютно мы понимали что скажем так они никак не могут прийти присоединиться к нам и они наверно даже не достойны того что мы уже знаем понимаете ну конечно наверно у нас уже сегодня такого понимания нет потому что мы понимаем что двери нашей церкви они открыты абсолютно для всех но в то время такое понимание было а вот давайте вы вспомните только несколько текстов деяния глава будет 10 буквально с первого текста прочитаем чтобы ввести в курс дела что же дальше будем изучать в кесарии был некоторый муж именем корнилий сотник из полка называемого италийским благочестивый и боящийся бога со всем домом своим творивший много милостыни народу и всегда молившийся богу он в видении ясно видел около девятого часа ангела божий который вошел к нему и сказал ему корнилий он же взглянул на него и испугавшись сказал что господи ангел отвечал ему молитвы твои и милостыни твои пришли на память под богом хорошо спасибо кто такой был корнилий сотни сотни язычник ну понятно что он уже не было с диаспоры правда понятно что это было римский там воин до сотник это человек которого подчинение было 100 скажем солдат ну по крайней мере не меньше уже и обратите внимание характеристика тоже понятно да самое лучшее хотя вот я когда читаю вот эти вот стихи вот но не вписывается в наше понимание вот для меня сотник времен иисуса христа это тот который распинал христа тот который бичевал который а тут благочестивый и потом читая дальше мы прочитаем что у него и слуги такие были благочестивые он молился твою милость и нет но аркадий я скажу что я служил в городе где наверное военных и воинских частей было больше чем граждан да и к нам церковь пришли очень многие офицеры и я хочу сказать что может сегодня кто-то даже слушает нас из тех офицеров что я мог бы сказать о каждом офицере который пришел к нам церковь вот такую характеристику я был в армии я служил в армии два года 83 год россия ростов-дону но я-то видел других офицеров то есть это понимаете да и здесь когда она не начали приходить к нам в церковь это было какой-то там 90 ну до девять восемьдесят девятый восьмой девяностый год я когда увидел что они приходят церковь я думаю ну вот будет продолжаться пьянка уже здесь оказывается нет это вот о чем я хотел сказать дух святой он готовит и ведет в данном случае мы видим ярко где ангел явился в ведении сказал почему то нам написано нам написано это для того чтобы мы знали что не все само собой происходит пока человек придет церковь дух святой уже его приготовил и неважно кто он иудей диаспора или он язычник он воин он офицер на полиции или еще бог готовит людей а еще в контексте этой темы конфликта да он он входит ему сразу так вот здесь надо обрезать вот здесь надо вот обтисать приготовить и сделать его нашим для нас такое вот понятие надо да а вот бог приготовил и то есть корнили он был готов его надо было просто принять корнилий был может лучше чем те проповедники которые знаете что думает нет в нашей рамке он не вписывается много надо было часа это занимаетесь и вот вот здесь опять возникает конфликт наша тема сегодня называется конфликт почему не возникают первый конфликт это вот эти моменты скажем национальные национальные конфликты это очень чувствительно гаранимые такие да ну сложно я думаю что я не знаю даже какой национальности нужно быть для того чтобы про тебя анекдот не рассказали и не унизили ну примеру да то есть почему потому что абсолютно про всех что-то рассказывают и и составляют так вот мы как церковь должны быть с примером чтобы этого не было никогда и представьте сегодня вот наше время когда допустим если мы поговорим это нашей церкви у нас не менее 10 национальности а если говорить не о национальности откуда люди приехали просто другой сами проживали где-то в других скажем так отпечаток тоже да это отпечаток потому что больно когда ты говоришь о народе человек там прожил всю жизнь а ты говоришь вот они такие то есть мне кажется что как раз вот против этого вот иисус боролся он как не должно вот его у вас не иудея у вас не должен быть не елена вас вообще вот этих мыслей вас не должно быть у вас должно быть творение человека божье и творение божье я всегда говорил вот кто для бога более ценен молодой или старый человек или ребенок вы поймете и ответ следующий какая разница для бога в каком возрасте его ребенок для бога возраста не суть это мы делим ой он уже старый а это еще вообще зеленый это человек и этого быть не должно мы с глубочайшим уважением должны отнестись как молодому человеку среднего возраста и самому самому пожилому потому что в любом возрасте человек хочет быть уважаемым и любимым в любом возрасте если вы спросите как 90 лет хочет ли он быть любимым он скажет да точно так же как 18 понимаете поэтому чувства остаются те же и желания те же если мы это поймем мы никогда в жизни не будем пренебрегать или унижать какого-то человека мужчину или женщину или какую-то национальность или даже религию мы просто должны понимать человеку так открыто он верит по-другому и все даст бог мудрости открыть истину такую как ты веришь слава богу но не имеешь права не унижать не оскорблять не чувство религиозное национальное такое высказанка сусом чтобы детей понять до них нужно дорасти вот то же самое здесь вот чтобы чтобы общаться с с каждой с каждой группой национальный там со словами просто нужно нужно вырасти что понимать его не его делать под себя да давайте немножко еще петре поговорим почему петр так отреагировал когда господь ему сказал что вот тебе предстоит встретиться и стереотипы у него были он не мог себе представить всегда считал что это что-то не это это другой народ они не могут бог не может к ним относиться также как своему народу а лаисе вы были на месте петра а трудно сказать то я не знаю как я сказал я бы сто процентов не принял представляете мои мои предки апостолы патриархи скажем люди всего все поколения говорили не прикасайся не общайся а мы сегодня говорим да я бы мы знаем как мы поступили петр между прочим был очень скажем верующим человеком потому что когда он услышал голос божий он согласился что нас а что другие его осудили понимаете осудили так вот петр он говорит господи я в жизни ничего нечистого никогда не ел понимаете а сейчас этого принять вы понимаете да это значит нарушите приступить все что ты всю жизнь делал и слава богу что господь открыл петру вот понимание и смысл этого видения и представьте себе эти что приходят это не просто он пришел а у ломать все устой ему уже обрезаться не нужно представляете а это завет это же завет а это же понимаете а скажем так вообще принадлежность к народу и так далее и дальше петр произносит вот очень-очень важные слова давайте прочитаем деяния 10 47 44 по 47 деяния 10 44 по 47 петр еще произносил эти слова когда дух святой сошел на всех слушавших весть его и верующие из иудеев пришедшие с петром изумились что святой дух дарован был и язычникам ибо слышали как те говорили на разных языках и величали бога тогда петр сказал может ли кто отказать в крещении водой тем кто как и мы получили духа святого вот это уже знаете для того чтобы петр уже как бы еще увереннее дальше уже двигался бог еще запечатлевает эти действия духом святым но и при этом обратите внимание не на всех это повлияло понимаете все равно были люди которые оспаривали и особенно руководство церкви особенно да особенно да почему потому что действительно я думаю очень сложно поменять свой взгляд или свое мнение в течение но какого-то одного дня или вечера или недели потому что ты всегда так понимал если вы никогда не меняли в жизни вот таких знаете вот есть моменты когда ты в жизни что-то поменял коренным образом кричит этого уже забыть уже не можешь никогда потому что то был весь смысл твоей жизни и тут вдруг нужно менять смотрите это это нелегкое решение могу сказать вам нелегкое решение я через это проходил но в данном случае я понимаю петра насколько это тяжело и ни грамма не осуждаю его а наоборот горжусь вот петром что вот так вот он слышит голос божий соглашается и идет уважение и теперь как нам знать что это точно голос божий если можно вот 11 глава чуть чуть дальше до между тем 19 стих между тем рассеявшиеся от гонения бывшего после стефана прошли и 20 стих были же некоторые из них кипряне киринейцы которые придя в антиохии говорили евангелие благовествия господа иисуса христа а все-таки девятнадцатый стих там конце они шли до финики и кипра антиохии никому не проповедуя слова то он районе иудеев то есть вот в тот момент когда они все они все были вот пропитаны вот этим духом иудаизма да конечно и вот в тот момент когда петр слышит голос божий он видит явно руку божий и говорит вот как я могу запретить когда дух святой избирает и рядышком с ними были такие же люди которые не приняли ну конечно которые остались на своем я думаю что их судить не нужно потому что может быть они позже поняли понимаете что не все вот и мы посмотрим на дерево да не все созревает в одно время плоды какой-то раньше другой чуть позже но нам конечно хочется все были одновременно но это неправильно почему потому что все люди очень разные очень хорошо что вот этот большой приток а язычников скажем так как раз вот вливался в церковь и под такой серьезный серьезным наблюдением бога и духа святого когда они в общем и говорили и посылали и действовали для того чтобы церковь могла принимать правильно почему потому что петр говорит а вы что не знаете что возбране но не просто запрещено возбране но иудею сообщаться с язычниками хотя друзья если вы немного посмотрите вот обратно вернетесь историю вы увидите что божье повеление было не то что не общаться а божье повеление было скажем не жить и жизнь не перенимать ничего а свидетельствовать они как раз для этого были избраны как народ чтобы свидетельствовать и написано если кто-то захочет присоединиться он должен совершить обряды и будет как природный житель понимаете то есть божья идея была чтобы народ стал светом для всех остальных народов теперь даже когда дух святой открыл когда уже кому-то стало все понятно опять возникает проблема почему потому что не все в одновременно понимает одинаково истину для этого они отправляются в иерусалим о чем это говорит о том что структура церкви уже была построена сегодня друзья вы услышите очень много таких приглашений давайте создадим что-то свое вот церковь не туда ведет а там не так делается а там не так происходит а вот у нас будет лучше а средства не туда тратятся прошло прощение и для этого нужно опустить очернить очернить религиозную организацию чтобы себя поднять ну понятно это же друзья здесь а здесь они пошли туда пошли чтобы там вместе поговорить и принять какое-то кому бы как не было это было неприятно слушать муж я знаю что сегодня очень много есть специалистов которые сегодня пытаются что-то подобное сделать и у кого-то даже получается хочу сказать следующее что был совет в иерусалиме и когда возникал какой-то сложный вопрос направлялись люди туда за советом так вот если возникают у нас конфликты в церкви у нас есть совет если мы не можем справиться у нас есть высшестоящая организация и даже если где-то не так будет что-то и во главе так вот задумайтесь на минуточку кем был арон первосвященник первосвященник это не священник это первосвященник это по статусу нашего господа иисуса христа и как телец у него получился больших размеров да и навыки у него были хорошие сделать его пустыне такую температуру поднять да и все это организовал и все это мероприятие у нас тут не всегда получается зерковное что-то организовать хорошо а там такое веселье было такой фестиваль был понимаете это первый священник и вот так вот скажем такую церковь давно надо было оставить но моисей говорит нет господи давай попробуем что-то еще сделать всегда были верные левиты почему да и кто господин ко мне вот сегодня я хотел бы обратить внимание на то что разорвать разломать разделить намного легче а ты попробуй склей и собери так вот господь пришел для того чтобы собрать и совет в иерусалиме он сказал что необходимо делать давайте мы прочитаем это будет у нас записано деяние 15 глава поймете немножко менялась время и начался то что было прообразом она стала действительностью но люди по накатанному они все хотели еще соблюдать вот эти реальные вещи того времени и жертвы приносить и все но как бы от жертв отказались а вот обряды это очень сложно обряды едают наверное как человек они как трудно от них избавляться очень я вот к чему говорил что ведь идеи бога не было чтобы ты никого не принимал в церковь идея бога было чтоб ты идею не носил языческую церковь это как раз уже было нанесено человеком ты же близко не подпускать и не есть рядом и не сидеть рядом а как ему свидетельствовать понимаете то есть вот эту иллюстрацию перевести вернее то о чем мы говорим перевести на уровень вавилонской башни бог не был заинтересован в том чтобы люди не понимали друг друга он был заинтересован в том чтобы одни не уводили других от него да то есть чтобы а чтобы они не объединялись для того чтобы уйти от бога чтобы вместе совращались да он их вообще он он сторонник единства конечно некоторые пришедшие из иудеи учили братьев если не обрежетесь по обряду моисеева не можете спастись когда же произошло разногласия и немалое состязание у павла и варнавы с ними то положили павлу и варнаве и некоторым других из них отправиться по всему делу к апостолам и пресвитерам вирусами хорошо и вот как раз так и сделали знаете в церкви могут быть изменения могут быть изменения и они должны быть потому что контекст он жизни он подсказывает допустим сегодня мы живем в миллионном городе и город очень секулярный и сегодня методы работы методы проповеди они конечно будут отличаться чем те которые были 20 лет назад и где-то может быть на постсоветских пространствах потому что тогда был один метод очень хорошо работала слава богу что использовали сегодня вот не работает здесь поэтому согласно контекста мы меняем подход но мы не меняем доктрину понимаете мы не меняем цели да мы меняем методы но если где-то возникает вопрос написано что они отправлялись юрсалим и братья что-то советовали и рекомендовали поэтому у нас есть хороший пример чтобы мы могли действительно понимать что не все что задумал делаю конечно и может быть и там не всегда дается тот совет который мы бы хотели слышать но по крайней мере когда церковь скажем уже состоявшиеся они становление церкви сегодня уже намного легче у нас сегодня другая проблема есть у нас проблема сегодня сохранить то что было потому что сегодня скажем есть желание все опустить и все разрушить все сделать вот таким знаете вседозволенным нравится здесь вот в этом в этом моменте как они решают конкретную вот проблему да понятно что не по они не шли не проповедовали до идеи которую который они раньше не про не принимали но они договорились что в этом вопросе они будут дальше вот так потому что ну до этого этот вопрос вообще не поднимался они не понимали не было проблемы этой да а вот когда она появилась они вместе собрались они обговорили выслушали одни аргументы выслушали другие аргументы и приняли решение в дальнейшем мы будем вот так поступать да и и они потом оба все все стороны по крайней мере не говорили против этой идеи то есть здесь тоже ключ для для нас сегодня дали пример для подражания что если в конце было принято вот такое решение то принять это решение есть мое мнение я могу думать о нем но но говорить уже агитировать это будет неправильно это неправильно хорошо давайте прочитаем амоса 9 главу 11 12 текст посмотрим пророчество которое было сказано господом амос 9 11 тот день я оставлю скинью давидову падшую заделаю трещины в ней и разрушенная восстановлю и устрою ее как дни древние чтобы они овладели остатками дома и всеми народами между которыми возвеститься имя мое говорит господь творящий все сие и вот вы знаете вот это как раз и цитировали апостолы в то время они говорили ну вы же пророчество помните да что все народы должны услышать а если услышать значит прийти наша цель чтобы пришли люди и вот мы должны быть очень чутки к тому что господь бог говорил и что нам сегодня необходимо делать для того чтобы вот эти решения какие бы они трудные не были они должны если они мы видим что они не противоречат божьему слову они должны приниматься и совместно реализоваться в церкви есть целая наука которая называется конфликтология и вот она скажем не совсем простая но самым успешным конфликтологом был иисус который просто решал эти вопросы на первый взгляд просто да чё изображение кесарево это высшая мудрость и сказать ничего правда и сказать нечего то есть для тех кто этот курс не проходил конфликтологии это не наука как создать конфликт конфликтология даже это это как выйти из конфликта да то есть получается что в самом конфликте проблемы нет проблема может дальше заходить куда-то в какой-то тупик то есть мнение каждого из нас когда она сталкивается это еще не проблема проблема если мы остались перешли в стадию войны до когда начали доказывать свое а если мы просто собрались посмотрели и приняли решение то есть это желание найти выход конечно желание но если мы вадим и духом божиим это желание будет но сегодня другой дух то конечно мы будем искать вот этого разделения поэтому я дури тяги чтобы на свою страну да да значит мы должны понимать что к нам будут приходить люди разные в церковь и приходят и разные люди с разной культуры с разной национальностью и конечно если человек желает что-то изменить в церкви скажем так доктринально ли еще что-то хочет нести или расслабить то мы конечно должны сказать что вы знаете когда мы пришли в эту церковь она вот именно так учила и сегодня принцип они поменялись методы может меняется но не принципа цвет стен можно принять решение занавесок да 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 какой рояль там какая музыка и обязательно мы должны прислушиваться к духу святому который говорит и ведет церковь я очень верю что именно дух святой ведет церковь потому что сегодня эта церковь которая она вызвана была по пророчеству и другой не будет другой не будет и еще одно на что нужно обратить внимание что все-таки есть совет есть руководство которому должны прислушиваться и еще в заключении вот даже если какие-то сложные решения на первый взгляд мне кажется они неприемлемые нужно об этом молиться потому что петр как раз этим столкнулся это было настолько сложное решение это представьте себе он пошел против всех братьев потому что ему первым было открыто вот встань и иди потом богу надо было вмешаться и дать им особую силу духа святого и он тогда говорит слушай ну раз уже я не тогда ну что можем запретить не можем и вот это было начало а потом павел а потом до открытым и услышать этот голос знаете а вы не можете услышать когда вы с ним конфликтуете конечно а потом павел уже говорит ну что ж друзья давайте чтобы у нас не было ни того ни другого не третье я моя пусть громче голос тем слабее аргументы да пусть господь благословит каждого из нас проблема не в том что мы не знаем проблема что у нас не получается иногда потому что мы люди но когда мы видим цель имеем цель и идем к ней мы обязательно придем пусть господь благословит чтобы в наших семьях в ваших семьях в ваших церквях в наших церквях всегда было единство чтобы мы всегда к этому стремились благословения вам ну что сегодня очень интересная тема если говорить о темах практических это наверное самая практическая тема потому что вся наша жизнь это это встреча наших каких-то взглядов и взглядов которые мы встречаем с людьми у людей с которыми мы сталкиваемся это как в мире это также и в церкви если говорить о практичности дай бог мудрости ценить уважать мнение людей и никогда не не поступаться принципами не торопиться с судом и не поступаться принципами и с божьей помощью вот находить вот этот ключик для того чтобы быть в единении с небом а тогда все остальное будет становиться на свои места сегодня мы затронули непростые вопросы мы живем в мире в котором конфликты абсолютно неизбежны это может быть церкви это может быть в семье это может быть на работе но самое главное если в твоем сердце есть мир если этот мир который дает тебе господь ты будешь стремиться к тому чтобы эти конфликты разрешить как можно правильнее с точки зрения желая добра той же стороне желая добра тем кто вокруг тебя и это дает только господь эту мудрость можно получить только у него только будучи водимыми духом святым можно решить конфликты правильно и желаю всем это и этой мудрости простите у бога для того чтобы действительно быть миротворцами в этом мире и Продолжение следует...